От здравленных будинков и зручностей на улице до сучастных теплых корпусов с натурного типа за почные 10 годов умовы летних отпочинку детей изменились кардинально. В детячем оздоровленном центре Пролеска каждый заезд это около 500 школьников и выхованцев детячих садов из всей Коминской области. Все выдатки оплачиваются за курс Державной Чернобыльской программы. Мы получили первую категорию в апреле месяце, поэтому наша база соответствует всем параметрам. Дети смогут получить процедуры электросветолечения, водные процедуры, различные виды массажа. Ну а самое главное, конечно, тут природный фактор – это лесной массив, сосновый бор и центр, который расположен на берегу реки Днепр. Коли на дворе недождливые, на свежем поветре дети проводят по некольких годин. Занятки на любых густ, от катания на велосипеде до масовых гульнив. Наставники, которые сопроводжают группы, кажут, что сумывать часу практически нема. Алина, вот коли и захочется до дому, такое ожидание, гудка, сникая. Даже если они заскучали вечером где-то, поговорили с мамой, с папой, то есть сказали, что мы уже скучаем, мы хотим домой. Но тут же на утро они просыпаются, новый день, новые интересные занятия, поэтому все это быстренько проходит. Одна из головных задач дитячих центров – оздоровление. У Реси практически все отпочивающие у прорезы с потерпелых районов, а прощатого далеко не ухуду есть сучастное медицинское обсталивание, что может дозволить буйный и рентабельный центр не за все до покешения районной медицины, хоть сподобается отпочивающим. Звучайно не только лечение, на свежем поветре и эпитет отповедные. Тут очень вкусно кормят, каждый день дают выпечку, всякие вкусняшки, соки. Когда я приеду домой, я расскажу своим родителям и друзьям, чтобы они приехали сюда и увидели это своими глазами. Плануется, что этим летом на Гомичине у лагерях и санаториях отпочнуть около 40 тысяч детей. При этом обращаем непосредственно оздоровление, им пропонуют провести этот час еще и с характеристикой для огольного развития. Практично каждый лагерь дженого знаходжения будет иметь пыльную на керунных деянности – социально-педагогичный, туристичный, военно-патриотичный, экологичный, техничный. В этом году запускаем новый проект, межведомственный проект. Это проект лагерей «Профессиональные каникулы», где ребята смогут не просто отдыхать, но и смогут ориентироваться на получение будущих профессий, посещать предприятия, организации, пробовать себя в роли тех, кем они планируют стать в игровой форме, естественно. Непосредственно на базе Продески с 5 до 13 декабря будет организованный палаточный лагерь для удейников областной военно-патриотичной гульни Зарница. В этом году она пройдет в шестый раз. И еще один на керунных работы со школьниками – волонтерский рух. Как чекается, удел в таких отрадах в летний период примут около 13,5 тысяч человек. Это без улечу волонтеров, которые доброохотно допомагают выхователям подчас находжения в санаториях. По словам самих детей, это, по-первых, интересно, а по-другому – допомагают найти новых сябров. Помогали организаторам устраивать праздник для малышей. Мы сдружились, оказалось, что у нас очень много общего, и даже зовут некоторых одинаково. Поэтому мы уже не знаем, как мы будем расставаться, когда мы будем уезжать. Конечно же, обменялись номерами, будем поддерживать связь друг с другом. Всего лета областным управлением «Эдукация» разом с иншими затекавленными структурами подрактована межведомственная программа занятостей детей, и это на корысь 2017. Сарат запланованных – региональные взлеты, разнослайные конкурсы, туристичные вандровки. Причем все повинно быть организовано на профессийном узровне. На этом тыдне на Гомичне пришла проверка ведов начальников лагеря по пытаниях ахого життя и здоровья детей. Скульптурная композиция с иншопланетянами заявилась в центре в этом году, и, возможно, это один, кто отчувает тут себе чужими. Для всех остальных на 24 дни прорезка должна стать неродным домом, то место, где можно провести час с корыстью.